Существует огромное количество видосов, как установить бампер на сноуборд. Но мне эти видео не понравились, я решил снять свое видео. У меня в руках самый дешевый и самый паршивый бампер фирмы Raider. Здесь есть их телефон. Хорош он тем, что стоит недорого, плох он тем, что пластмасса довольно простенькая. Слабого удара он спасет, но что-то посерьезнее все-таки пробьется. Идут они комплектом, то есть две штучки сразу. Бампер устанавливают именно спереди, а сзади вроде как не надо. Моя личная практика показала, что бампер если уж и ставить в одну из сторон, то лучше всего ставить назад. Потому что спереди, когда я еду, я вижу куда я еду. А те, кто едут в меня, они обычно не видят. Расфигачил я заднюю часть своей красивой доски. Пришлось там все заделывать, вытягивать кант. Короче говоря, ездить без бампера уже никак. Чем плохо покупать вот такие вот Raider? Тем, что к ним не идет никакая фурнитура. Вот что я набрал. Сверло и желательно по дереву. Это вот с таким вот наконечником. У него такой есть центр. И сразу сверлишь по дереву. Идеально подходит, чтобы ничего не закосячить. Дальше ради эксперимента покупал вот такие вот болтики. И вот отдельно закладные для заклепочника. Не решился их ставить. Вот такая вот закладная. Здесь шайбы с резинками. Тоже отдельно продаются. Вот так вот ставишь и делаешь, естественно, дырку в доске. И вот так вот закручиваешь. Не захотел, в общем, связываться и выглядит это некрасиво. Короче говоря, те болтики, которые идут с нормальными бамперами у нормальных производителей, они клевые. Купить их отдельно я не знаю где. Поэтому я именно вот такие райдеры. Дешевые, да, они стоят недорого. Там от 300 рублей комплект. Но лучше заплатить 600 рублей, но купить нормальные, качественные, клевые бамперы. Они еще бывают металлические. И без дурацкой надписи на кириллице. И без дурацких номеров телефонов здесь. Просто нормальный, красивый, хороший, качественный бампер с фурнитурой, которая идет в комплект. Должна идти в комплект. Чтобы я, я вот сэкономил и теперь мучаюсь. Из-за того, что не смог подобрать нормальную фурнитуру, мне пришлось... Ну, хорошо у меня был заклепочник. Раньше они продавались, стоили недорого. Сверло пришлось купить, так как хорошего сверла у меня не было. На 4. Вот. Ну и, естественно, клепки, которые, повезло, продаются поштучно. Тоже на четверку. Ну, тут 2 клепки достаточно. Там копеек по 10 стоят. И, так как эта клепка держать не будет в этом сраном райдере, потому что здесь, ты видишь, вот этот вот тонкий пластик. Какой-то, ну, очень дешевый пластик. Из такого делают ведра для маляров. Знаешь, ну, вот такие, которые использовал и выкинул. Ой, 2 шайбочки подходящего размера. Подходящей длины клепки не нашел. Ну, вот, слишком длинные выходят. Вот, с одной стороны шайба, с другой стороны шайба. Вот. Потому что здесь, ну, вот это несерьезно. Да и сверлом как-то там просверлишь. В общем, все погрешности вот эта шайба, она решает. Есть, да, я знаю, есть в природе заклепки, которые с большой шайбой, такие специальные, всякие, разные, но не в моем городе. В моем городе, ну, то есть, это заказывать в интернете буквально 4 штучки, ну, смешно. А в городе найти невозможно, потому что город маленький. Ну, деревня, грубо говоря. Давай займемся немножко, будем отмерять. Где-то как-то нужно поймать доски середину. Я решил, что вот один у меня встал, и мне не нравится, вот, кривовато вышел один бампер. Я спереди решил бампер поставить поровнее. Значит, если вот так вот поставить линейку и померить от одной закладной до другой, на ней весь видно, вот, то получается 32 миллиметра. 32 миллиметра делим на два, получается 16 миллиметров. 16 миллиметров. Вот у нас линия, допустим, вот у нас 16 миллиметров. Вот здесь. И аккуратненько, тонкой иголочкой, натопшитель, чиркаем. Две линии здесь и здесь. По линейке, вот. Линейку лучше советскую брать, советскую, сделанную в СССР, потому что в СССР были ГОСТы в линейке. Дальше. Вот у нас появились две линии. Тебе не видно, но они есть. И вот берем уже большую линейку. Вот, прислоняю к этим двум линиям. Ну, это бред для, конечно, для тех, кто перфекционист. Вот я поймал, прижимаю здесь и здесь, значит, чиркаю. Тоненько, аккуратненько. Вот линия. Бампер Рейдер. У него здесь, если внимательно-внимательно присмотреться к нему. Не знаю, наверное, не видно. Вот, по-моему, видно. Вот такая тоненькая-тоненькая линия здесь идет. Здесь и вот здесь. Возле и краткой. Видишь? Я ее немножко выделю для себя, потому что ее очень плохо видно. И вот эта линия, с этой линией здесь, когда ставишь, они должны совпасть. И тогда будем знать точно, что бампер стоит ровно. Если на твоем бампере центр не размечен, не нарисован центр. Например, взять скотч бумажный. Ровно здесь оторвать, не руками, а ножницами. И вот так вот. Вот край. Где тут край? Сюда. Я просто показываю. Это геморрная процедура. Чтобы вот эти торцы были аккуратные. Потом отклеиваем. Наклеиваем на что-то. И линейкой замеряем. Сколько у нас здесь. Делим на два. И потом линейкой вот так вот находим центр железной линейки. Ну и с другой стороны тоже. Саму пластмассу. То, как делать, мне вот так удобней. Так, обычная заклепка. Вставляем заклепочник. С другой стороны шайбу. И вот так вот у нас что-то получилось. Прижат нормально. Все здесь нормально. И вот такая вот некрасивая хрень торчит. Такой сосок. Это потому что заклепку довольно длинную выбрал. Можно было выбрать покороче. И тебе его надо поменять по какой-то причине. Или на более нормальный бампер поменять его. Как их снять. Вот она. Зашла-вышла. Значит, сверло надо не по дереву, а по металлу. Сюда вставляем порчу сверло. И уже... Вот она вывалилась. То есть у ней, по идее, у заклепки... У ней, по идее, вот эта вот шайба. Вот эта вот. То есть сверлишь вот сюда. Обычно сверлом по металлу. Шайба заезжает на сверло. Значит, она отскочила. И все. И, как правило, клепка либо сама вываливается, либо ее чуть-чуть потолкнуть. Еще чуть-чуть посверлить. И все нормально. Вот эти вот херовины, конечно, торчат. Они будут мешать. Я сейчас экспериментировать не буду. Наверное, их обрежу. Не знаю. Посмотрим, что с ними будут делать. Или их как-то шлифану. Или что. Но доска, конечно, будет выглядеть не так красиво, как хотелось бы. Но зато она будет защищена. Черный лак женский. Сейчас попробую. Он должен быть влагостойким. Насколько я знаю. Ну, надо спросить у девочек. Вроде бы, руки-то они моют после того, как лаком пользуются. Не особо-то он слезает. Лак периодически подмазывать. Или какой-нибудь краской. Которая хорошо держит. Вот это все. Ну, так, для того, чтобы вода сюда не сильно попадала. И для того, чтобы выглядело это более-менее нормально. То есть, у нормальных бамперов, не райдер, а нормальных, идут, опять же, в комплект фурнитура черного цвета. Отлично выглядит. Вот все. Вроде все уже рассказал, что мог. Давай, пока. Субтитры сделал DimaTorzok